Герой игры встретился с молодежью в Ханты-Мансийске. Боец из вор с позобным крестик, полный кавалеру Ордена Мужества, пообщался со спитанниками Егорского колледжа, интерната Олимпийского резерва и студентами Егорского государственного университета. Встреча прошла на базе гуманитарного добровольского корпуса. Ребята просили командира рассказать о том, как проходят военные операции, почему их называют дерзкими и уникальными. Герой поделился несколькими историями из службы, в том числе про освобождение Авдеевки, а также рассказал о подготовке своих бойцов. Отмечу, командир штурмовой группы с позывным крестиком награжден Орденами за мужество, проявленное в боях на Красно-Лиманском направлении, а также за освобождение Авдеевки. Это очень встречи, я считаю, нужны, чтобы подрастающее поколение я видела олицетворение воинов, которые приносят победу, чтобы они, мягко скажем, загорались этой искоркой. Чтобы они, как мы равнялись на своих дедушек с бабушками, так же равнялись на наших югорчан, на наших земляков. У нас очень героические земляки, я считаю, прям мужчины-мужчины. Достойно себя проявляют. Нигде себя ни один не опозорил. Это самое главное. Наоборот, только идут вперед. Глава Радужного приняла решение покинуть пост. Наталья Гулина написала заявление об увольнении по собственному желанию. 26 мая был ее последним рабочим днем на этой должности. Наталья Гулина возглавила муниципалитет в 2018 году. В октябре 2023 была переизбрана городской думой на второй срок. Она более 30 лет живет, работает в Югре. С 1992 года ее биография связана с Радужным. В администрации труется с 2001 года. Прошла путь от заместителя заведующего юридического управления до градоначальника. Наталья Гулина поблагодарила губернатора Югры Наталью Комарова, правительство округа за доверие и поддержку. Считает полученный опыт на муниципальной службе бесценным. Поблагодарила также и жителей Радужного, коллег, депутатов и предпринимателей за совместный платформный труд. Добавлю, до момента проведения конкурса на замещение должности исполнять полномочия главы Радужного назначен первый заместитель Сергей Жестовский. Стало известно, кто представит команду Югры на выборах предстоящей осенью. В округе завершилось предварительное голосование «Единой России». Оно проходило с 20 по 26 мая. Процедура проводилась полностью в электронном формате. Основной задачей остается выбор самых достойных кандидатов от партии, подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков. Электронное голосование проходило во всех 10 муниципалитетах, где осенью пройдут выборы. Югорчане ответственно подошли к процедуре, проявив свою гражданскую позицию. Так, явка избирателей составила 86,53%. Итак, на дополнительных выборах депутата окружной думы по Югорскому одномандатному избирательному округу номер 2 победу одержал Дмитрий Аксенов. В Нистюганске по округу номер 9 Дмитрий Третьяков, по округу номер 15 Наталья Трегулова, а по округу номер 18 Виталий Россинский. В Нижневартовске на одномандатном избирательном округе номер 5 большинство избирателей поддержало резидуа Саччу. Всего на участие в предварительном голосовании в нынешнем году были зарегистрированы 95 человек, 53% из них мужчины, 47% это женщины, в их числе работники муниципальных учреждений и организаций, учителя, медицинские работники, представители бизнес-сообщества, сфер культуры, спорта, работники нефтяной промышленности, железной дороги, инженеры, молодежь и другие. Я должен сказать, что в процедуре предварительное голосование принимали также участие 5 югорчан, это участники специальной военной операции.